У Роскомснабанка количество вкладчиков, державших суммы, превышающие вот этот лимит, ничтожно мало. Абсолютное большинство вкладчиков – это люди, которые держали сумму миллионы меньше. У господина Шагемуратова, связанных с его нынешним карьерным взлетом, я имею в виду поспешную покупку новенького Ягуара, это постоянные скандалы, постоянные коррупционные расследования, череда глав города, которые сменились. Обвинение это предъявляется ему Федеральной службой безопасности на основании текстов его выступления и заявлений, которые он публиковал в прошлом году, практически год назад. Сейчас правоохранители города Уфы пытаются, ну, как говорят в народе, пришить им незаконный митинг, который они якобы вот провели у себя во дворе с применением вот этих плакатов и так далее. Оказывается, на этом самолете вовсе летал не Мухаммедьянов, а руководство республики. И уже несколько десятков миллионов рублей взыскали там с ответчиков из бюджета УЖХ Кировского района в пользу этого ООО. По воле Мурзагулова и госпожи Прочаковской лишаются этой возможности. Причем логики в их действиях совершенно никакой нет. Они на свое усмотрение банят уже, и забанили сотни жителей Башкирии, которые об этом везде пишут, говорят. Видимо, я предчувствовал, что эта неделя принесет нам много разнообразных новостей, и потому мы сняли сюжет об оперативном совещании в середине недели, и потому сегодняшний выпуск будет посвящен иным событиям, которые произошли в республике за прошедшую неделю, и событий этих было очень много. Как я и обещал, в первой части сегодняшнего выпуска мы подробно поговорим о отзыве лицензии у Роскомснабанка и о тех последствиях, которые могут наступить или уже наступили для вкладчиков этого банка, партнеров этого банка и стратегических партнеров этого банка. Вот по порядку сейчас об этом поговорим, и начнем, естественно, с заявления Центрального банка Российской Федерации. Чтобы понять причины отзыва лицензии, конечно же, нужно обратиться к заявлению Центрального банка Российской Федерации, которое случается каждый раз, когда у какого-либо банка в России отзывают лицензию. Вообще, в последнее время отзыв лицензии у банков стал нередкостью. Только за два месяца 2019 года уже отозвано пять лицензий. И напомню, что лицензия Роскомснабанка отозвана 7 марта, а уже 14 марта была отозвана лицензия у РТС-банка. В общем, Национальный банк Российской Федерации, Центральный банк, ведет активную работу по отзыву этих лицензий. И причина подобной активности, конечно, отдельная тема для разговора. Может быть, мы когда-нибудь поговорим об этом. Но сегодня постараемся говорить именно о Роскомснабанке. Так вот, что же говорится в заявлении Центробанка Российской Федерации по поводу отзыва этой лицензии? Из этого заявления и из пояснительной записки к нему мы узнаем, что основным видом деятельности банка было финансирование строительства через привлечение финансов физических лиц. Но, собственно, это не было никогда ни для кого секретом, что Роскомснабанк финансировал крупные строительные объекты. Далее в заявлении Центробанка сказано, что на протяжении всего 2018 года Центробанк Российской Федерации принуждал Роскомснабанк к снижению принимаемых рисков. Но при этом объем кредитования строительных объектов превысил размер собственного капитала банка в три раза, что, по мнению Центробанка, недопустимо. И вот именно эта диспропорция в финансовых операциях в том числе привела к отзыву лицензии. Также в заявлении Центробанка говорится о том, что недобросовестные действия руководства Роскомснабанка связаны с участием банка в операциях юридических лиц по привлечению средств физических лиц к операциям с неочевидными перспективами возврата денежных средств. Что бы это значило? Вообще вот эта сложная финансовая формулировка на самом деле говорит о том, что в числе клиентов Роскомснабанка было какое-то число юридических лиц, которые занимались некой финансовой деятельностью по привлечению финансовых средств населения. И вот механизмы и пути вот этого привлечения, а также инструменты, в которые вкладывались эти финансовые средства, показались Центробанку, ну скажем так, недобросовестно надежными. Напомню, что в последнее время в российской банковской системе банки обязаны следить за огромным количеством параметров своих клиентов. Фактически государство возложило на банковские структуры некую функцию контроля добросовестности бизнеса. Банк должен следить за наличным оборотом компании, банк должен следить за достоверностью перечислений. Зачастую банк контролирует импортные и экспортные операции. Часто в банки обращаются государственные службы, я имею в виду налоговые службы в первую очередь, с просьбами, требованиями о принудительном погашении каких-то налоговых задолженностей и так далее. Банки чрезвычайно интенсивно вовлечены в взыскание средств, которые связаны с налогообложением, для взыскания средств, связанных с задолженностями и так далее. Так вот, одно из обвинений Центробанка в адрес Роскомснабанка состоит именно в том, что банк, судя по всему, не до конца добросовестно контролировал часть своих клиентов, которые допустили подобные нарушения. Вообще, я отношусь с повышенной осторожностью к тому, что говорю в отношении, скажем, бизнес-структур, банковских структур, понимая, что неосторожные формулировки, какие-то, может быть, поспешные обвинения могут нанести колоссальный ущерб репутации и деятельности этих организаций. Потому, разбираясь с этой историей с Роскомснабанком, я буду очень осторожен, последователен и лучше и страчу чуть больше времени на выяснение обстоятельств, чем буду выносить поспешные вердикты. Однако, надо констатировать, что лицензия уже отозвана, и судя по тем формулировкам, которые были применены в определении Центробанка Российской Федерации, речи об санации и оздоровлении банка не идет вовсе. Вероятность того, что банк будет оздоровляться, равна практически нулю. Каковы же последствия? В первую очередь, последствия для физических лиц, которые будут происходить и которые произойдут в связи с отзывом этой лицензии. Безусловно, что возникнут проблемы у тех людей, кто держал в банке, как физические лица, суммы свыше 1 миллион 400 тысяч. По нынешнему законодательству, агентство страхования вкладов, безусловно, вернет вкладчикам сумму, не превышающую 1 миллион 400 тысяч. К счастью, у Роскомснабанка количество вкладчиков, державших суммы, превышающие вот этот лимит, ничтожно мало. Абсолютное большинство вкладчиков – это люди, которые держали сумму миллионы меньше. Соответственно, всем им гарантирована выплата этих денежных средств через агентство страхования вкладов. Уже назначены уполномоченные банки, которые будут выплачивать эти средства – это Сбербанк и Уралсиб. И, по-моему, где-то там 25 или 21 апреля начнутся эти выплаты. То есть довольно быстро это все обычно происходит. Пока непонятно, будет ли агентство страхования вкладов обращаться за субсидиарной ответственностью к владельцам и учредителям и активам Роскомснабанка. Это практика разнообразна на самом деле. В некоторых случаях агентство по страхованию вкладов пытается и стремится взыскать и компенсировать эти суммы через ликвидацию банка, его имущества и активов. В некоторых случаях нет. Все здесь будет зависеть от того, насколько преступными окажутся те обстоятельства, в которых обвиняют руководство и сам банк. Конечно же, выплатят деньги всем пенсионерам и людям, которые держали суммы меньше 1 миллион 400, но что же будет с теми, кто держал там большие суммы и кто там имел расчетные счета предприятий? Здесь все, конечно, несколько сложнее и хуже. Как правило, эти суммы не возмещаются в полной мере, я имею в виду суммы, которые оставались на расчетных счетах предприятий. У нас пока нет достоверной информации о том, чтобы крупные государственные структуры держали свои средства в банке. Но и судя по пропорции, которая существует, напомню, что всего, условно говоря, денежных оборотных средств в банке было на момент ликвидации лицензии 22 миллиарда рублей. Из них около 18 миллиардов – это деньги вкладчиков и около 4 миллиардов – это деньги юридических лиц и ИП. Кстати говоря, индивидуальные предприниматели теперь по закону приравнены к физическим лицам и тоже получат сумму, не превышающую 1 миллион 400, которые у нее лежали на счету. Ну, кто-то, конечно, деньги потеряет. Деньги потеряют крупные вкладчики, кто хранил там 10, 20, 15, 5 миллионов рублей. Они точно недополучат до конца эти средства. А также юридические лица, которые часть своих денег потеряют, потому что им придется судиться через суды и продажу имущества банка, компенсировать эти расходы. Это довольно длинная и сложная история. Значительно важнее понять, во-первых, степень криминальности случившегося. Как говорится в сообщении Центробанка об отзыве лицензии, информация о действиях руководства банка, вышеуказанных действиях, передана в правоохранительные органы. Вообще, эта практика, конечно, стандартная. При отзыве лицензии в любом случае передаются данные информации в правоохранительные органы, чтобы они дали квалификацию событиям. Я к чему говорю? К тому, что передача этой информации в Следственный комитет, либо прокуратуру, либо МВД вовсе не означает автоматического возбуждения уголовного дела, посадок банкиров и так далее. Хотя, как говорится, ничего исключать в этой ситуации нельзя. Те странные формулировки, которые были применены в определении Центробанка, в частности, упоминание некой краудфандинговой платформы, которая вызвала большие вопросы у Центробанка. В частности, то, что Центробанк четырежды за год предупреждал банк о недопустимости вот этих перекосов в кредитовании строительных объектов и так далее, и так далее. Все это наводит на многочисленные, на самом деле, вопросы, на которые пока у меня нет ответа, но я обязательно поищу ответы на эти вопросы. Радует один момент, что Центробанк, обвинив Роскомснаббанк во всех мыслимых и немыслимых грехах, отдельно подчеркнул в определении, что отзывается лицензия в связи с неоднократным неисполнением закона о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, статьи 6-7, за исключением пункта 3 статьи 7. Не все понимают, что это такое, я тоже не понимал, но залез, не поленился, почитал. Это как раз тот самый пункт, который говорит о злонамеренных действиях банка в отношении заведомо террористических, экстремистских каких-то организаций. То есть вот этого Центробанк в вину Роскомснаббанку, слава богу, не вменил. То есть речь идет исключительно о финансовых нарушениях, и Роскомснаббанк не обвинялся в финансировании терроризма, как говорится, и то неплохо. Но на самом деле, конечно, ситуация плохая. В том смысле, что банк был крупнейшим региональным банком, банк занимал 132-ю позицию вообще в российской банковской системе. Огромное количество работников потеряют работу. Конечно же, наступит некий дискомфорт для пользователей банковской системы. Кто-то держал там деньги на вкладах, кто-то пользовался дебетовыми кредитными картами, кто-то получал пенсию. Ну то есть это безусловно стресс и неудобства. Но самым важным фактором, который связан с Роскомснаббанком, по крайней мере в нашем представлении, является его связь с первым трестом. Крупнейшим и наиболее успешным на данный момент застройщиком в Уфе, который ведет строительство четырех крупных жилых комплексов. Честно говоря, до недавнего времени, до, условно говоря, прошлой недели, я полагал, что связь между Роскомснаббанком и первым трестом абсолютно очевидна и линейна. Как ни странно, это оказалось не совсем так. И потому, помятуя о опасности нанести вред поспешными заявлениями, я бы здесь взял еще некоторое время на то, чтобы выяснить. Насколько действительно первый трест был увязан с Роскомснаббанком, насколько их взаимные обязательства, если таковые существуют, могут нанести ущерб строительству. Вообще, говоря проще, нам сейчас очень важно понять, отзыв лицензии и прекращение существования Роскомснаббанка каким-то образом скажется на одном из самых крупных застройщиков в Уфе. Целью этого разбирательства для меня лично и для наших зрителей и пользователей, потребителей информации нашего канала является выяснение, насколько опасно вот это вот явление отзыва лицензии и какие последствия будут для первого треста. Если эти последствия наступят, насколько они отразятся на темпах строительства, приведут ли они к каким-то катастрофическим явлениям или нет. Условно говоря, вот эти четыре крупных объекта, которые ведет первый трест, это довольно существенная доля долевого строительства в Уфе. До сего момента проблем у них с дольщиками не было. Дома сдавались в срок, как положено, некоторые даже с опережением. Где-то были опоздания, но совершенно незначительные, никаких конфликтов не возникало. Но теперь в связи с отзывом лицензии не наступят ли проблемы у первого треста. Вот этим я буду заниматься в ближайшее время очень аккуратно, осторожно и аргументированно. До тех пор, пока я не буду иметь на руках бумаг, документов. Я не буду говорить никаких заявлений, никаких выводов делать не буду, дабы не сбаламутить эту ситуацию. Тут, конечно, абсолютно прав был Хабиров в том смысле, что потребовал не посеять панику. Наша задача – внятно и адекватно определить эти опасности, если они существуют, предупредить о их наличии дольщиков, инвесторов и вообще людей, связанных с первым трестом, и поискать пути решения этой задачи, пока не случилась проблема. Вот главная задача. Потому что на этой же неделе уже мы услышали заявление господина Невостроева о том, что к лету нас ждут потрясения в области долевого строительства. Нам точно в этой куче, в этом огромном количестве проблемных домов не нужны дома первого треста. Но трезво оценить ситуацию мы обязаны. Мы должны понять, как на самом деле обстоят дела в этой ситуации. На прошедшей неделе, как, собственно, и на всех предыдущих неделях, в Башкирии происходили кадровые перестановки, назначения. На прошедшей неделе мы получили нового руководителя контрольно-счетной палаты. Ну, еще он не утвержден госсобранием, но у меня нет никакого сомнения, что Константин Нилович Шагемуратов станет новым руководителем КСП Республики Башкортостан. Честно говоря, разнообразные реакции были на это назначение. Честно говоря, месяца три назад я уже знал о том, что Константин претендует на эту должность, когда ему отказали в должности председателя Центрсбиркома Башкирии. Реакции людей очень разные. Многие знают Константина Ниловича. Я знаю его лично, мы с ним даже некоторое время работали совместно над одним из проектов. Я не хотел бы плохо говорить про Константина Ниловича, потому что так делают многие сейчас. Но, на мой взгляд, назначение это вынужденное, и, на мой взгляд, это назначение нелепое. Я соглашусь с Сергеем Николаевичем Лаврентьевым в том смысле, что действительно опыт работы Константина Шагемуратова абсолютно не располагает к тому, чтобы работать на этой должности. Человек не имеет никакого опыта административного управления, не имеет опыта работы в серьезных государственных органах власти, чтобы адекватно оценивать те злоупотребления, которые могут быть им обнаружены. А известно, что контрольно-счетная палата в прошлом году нашла нарушение, что-то на 15 миллиардов, позапрошлым, например, на такую же сумму. То есть там есть чем заниматься. И для этого действительно нужна очень серьезная квалификация, которой у Константина нет. Но Константин давний, один из самых верных, самых стойких соратников ради Хабирова. И, видимо, следуя нынешней концепции формирования команды и власти в республике, Константин Шагемуратов, один из самых верных соратников Хабирова, который имел безусловное право, следуя этой концепции, потребовать для себя некую синякуру, которую он и получил. Я надеюсь, что Константин не наломает дров, сидя на посту руководителя КСП. Я надеюсь, что контрольно-счетная палата не превратится в коррупционную кормушку. Я надеюсь, что первые порывы радости, восторга и легкого безумия у господина Шагемуратова, связанных с его нынешним карьерным взлетом, я имею в виду поспешную покупку новенького Ягуара и всевозможные прочие мелкие, но приятные шалости, они останутся в прошлом, он превратится в серьезного государственного служащего, который, как он сказал, защищает родину от коррупции. Не буду смеяться над ним, над его этими выражениями, я хочу верить в то, что случится чудо, и Константин Нилович превратится действительно в серьезного государственного деятеля, который будет эффективно осуществлять свои должностные обязанности. Еще одно кадровое изменение в республике, и коснулось оно города Нефтекамска. Многострадальный, необычный город, в котором живут очень строптивые люди, которые не привыкли ни к административному насилию, ни к взаимодействию серьезному с республиканской властью. На протяжении последних восьми лет руководство Нефтекамска это была сплошная катастрофа. Это постоянные скандалы, постоянные коррупционные расследования, череда глав города, которые сменились. И все дело было в том, что внутри Нефтекамска существовал давно сформировавшийся конфликт интересов, конфликт кланов, в сущности которой никто не хотел разбираться при Хамитове, дабы эти конфликты прекратить, либо хоть как-то пригасить. И вот произошло достаточно необычное, на самом деле, такое событие. Внезапно Хабиров назначает мэром Ратмира Мавлиева. Кто такой Ратмир Мавлиев? Ратмир Мавлиев – это один из двух сыновей Рафила Мавлиева, одного из главных действующих лиц Нефтекамской элиты, одного из главных действующих лиц вот этих всех конфликтных ситуаций, которые продолжаются в Нефтекамске последние 8-9 лет. Прежде чем назначить Ратмира Мавлиева мэром, Хабиров провел достаточно грамотную кулуарную работу по изначальному примирению всех враждующих сторон, по уравновешиванию интересов, которые, собственно, и были причиной этих конфликтов. Напомню, что существовало несколько полюсов этого конфликта в Нефтекамске. Это был вовсе не двухполярный конфликт, там все было значительно сложнее. И вот теперь наметился какой-то выход из этой ситуации. Дело в том, что в процессе всех этих войнушек, которые раздирают город уже много лет, на самом деле страдал сам город. У города есть огромные серьезные проблемы, на которые никто не обращал внимания в пылу борьбы. Я имею в виду, в первую очередь, отсутствие земель для застройки, что вызывало и конфликты, и спекуляции, и завышение цен на жилье и земельные участки. И разрешение этой проблемы лежит только в одном – в договоренностях с Краснокамским районом, который должен передать часть земель в пользование города Нефтекамска. Они должны быть включены в черту города. Этой проблемой давно никто не занимается, хотя вот это должна быть первоначальная задача мэра Нефтекамска. И я надеюсь, что новый мэр, Ратмир Мавлиев, при содействии и своего отца, и всех примирившихся крупных игроков этого города, в первую очередь решит именно эту проблему. Решение проблемы земли, городской земли города Нефтекамска автоматически повлечет за собой разрядку в области жилищного строительства, я имею в виду, появление новых участков ослабит вот эту напряженность. Ну и, собственно, наверное, приведет к снижению стоимости жилья. В общем и целом я могу сказать, что вот это решение, при всей его странности, при всей его аффилированности, и Хабиров ведь не скрывает, что Рафил Мавлиев его старый друг и соратник, при всем при этом решение это на самом деле неплохое. И если вся задумка Хабирова сработает, и конфликты не вспыхнут снова, и все выдержат свои обещания в первую очередь, и Мавлиев старший, и Мавлиев младший будут придерживаться тех договоренностей, которые были достигнуты, тогда это будет на пользу городу Нефтекамску, чего я и желаю, собственно, всей этой компании и самому городу. В конце прошедшей недели случилась неприятная история. Был задержан, а впоследствии арестован на два месяца Айрат Дельмухаметов. Ему вменяют вину, согласно статье 280-й части 2 Уголовного кодекса, призывы к нарушению государственной территориальной целостности Российской Федерации. Как-то так звучит это страшное деяние, упомянутое в Уголовном кодексе. Обвинение это предъявляется ему Федеральной службой безопасности на основании текстов его выступлений и заявлений, которые он публиковал в прошлом году, практически год назад, на своем видеоканале. Не могу никак пока комментировать, честно говоря, объективность этого подхода. Я не эксперт. Я прочитал этот текст, который меняется в вину Айрата Дельмухаметова. Я совершенно не понимаю, зачем он его опубликовал. То есть он действительно настолько спорный и, по сути, провокационный, что, понимая стремление Федеральной службы безопасности хоть за что-то зацепиться, наверное, Айрат понимал, что именно за этот текст кто-нибудь и зацепится. Вообще много нехороших разговоров идет вокруг этого ареста. Кто-то говорит, что это намеренно было сделано, чтобы только потом объяснить, почему Айрат Дельмухаметов не пошел на выборы главы региона. Ну, достаточно такое, прямо скажем, циничное объяснение этой проблемы. Кто-то считает, что это кровавый режим, значит, преследует просветителя и публициста. Я пока никак не считаю. Я подожду, посмотрю, как будут развиваться события. Посмотрим, какие обвинения будут предъявлены Айрату и какие санкции по этим обвинениям будут к нему применены. Вот именно это нам даст ответ на вопрос, почему это произошло, почему произошло с такой странной отсрочкой в целый год, почему так медленно читало эти тексты ФСБ и так далее, и так далее. То есть вопросов достаточно много. Посмотрим, какая поступит дополнительная информация. На прошедшей неделе произошла странная ситуация с дольщиками дома по улице Менделеева, 128, дробь 1. Мы тщательно и последовательно отслеживаем ситуацию вокруг этого дома. Напомню, это самый длинный долгострой в Уфе. Уже 12 лет люди ждут квартиры. Так вот, на этой неделе дольщики и пайщики этого дома кооператива взяли и внезапно записали видеообращение к Владимиру Путину. Записали они его во дворе этого многострадального дома, растянули транспарант. Там, Владимир Путин, помоги, Уфа, Менделеева, 128, дробь 1 и так далее. Обратились к Путину и выложили эту запись в интернете. Сейчас правоохранители города Уфы пытаются, как говорят в народе, пришить им незаконный митинг, который они якобы провели у себя во дворе с применением этих плакатов и так далее. Конечно, ситуация очень нехорошая. Конечно, ничего страшного этим дольщикам не грозит, кроме волокиты с этим следствием и штрафа в 10 тысяч рублей. Но выглядеть, если это случится, конечно, это будет ужасно. То есть будет это выглядеть так, что власти, которые ни черта не делают для обманутых дольщиков, еще и привлекают их к ответственности по поводу и без повода за то, что они возмущены вот этой ситуацией. Я надеюсь, что у правоохранителей, у прокуратуры, МВД хватит так-то ума и разума не возбуждать уголовные или административные дела в связи с этим событием, а направить всю свою кипучую бурную энергию именно на поиск виновных, которые в изобилии имеются в истории с домом по улице Менделеева 128 дробь 1. В этой истории снова и снова появляются детали, снова и снова появляются странные персонажи. Я имею в виду господина Диденко, деятельность которого, по-моему, уже пора расследовать на уровне правоохранительных органов. И, в частности, нужно обратить пристальное внимание на весьма замысловатый союз господина Диденко с бывшими правоохранителями, которые, судя по всему, являются некой его крышей, которая помогает ему отмазаться от многочисленных странных ситуаций, которые складываются в многочисленных кооперативах, в которых господин Диденко был и директором, и учредителем, и так далее, и так далее. Вот туда нужно направить энергию правоохранителей, и тогда проблема с домом 128 дробь 1 по улице Менделеева, возможно, начнет решаться. А вовсе не в сторону заштрафования несчастных дольщиков, которым и так, в общем-то, не сладко пришлось последние 12 лет. История с шикарным бизнес-джетом, на котором представители правительства Республики Башкортостан летали в Сочи, получила продолжение. Ситуация эта никак не остановится, никак не устаканится, никак не прояснится до конца. На прошедшей неделе различным изданием Минтрансреспублики прокомментировал, что, оказывается, на этом самолете вовсе летал не Мухаммедьянов, а руководство Республики. Ну, вот сейчас нужно уже, по-моему, набраться смелости и сказать, да, Хабиров летел на этом самолете. Да, Лира Идгисамова, министр финансов Республики Башкортостан летела на этом самолете. Да, еще кто-то там, вот, поименно летел на этом самолете. От пресс-службы Хабирова мы получили мутную, странную, значит, мотивацию фрахтовки этого самолета, дескать, не было каких-то там регулярных рейсов именно 13-го числа. Ну, слабенько, прямо скажем, господин Игофаров объясняет. Вообще, во всей этой истории сквозит неумение работать с проблемными информационными поводами, а это действительно очень сложный, очень такой непростой информационный повод, который надо было отрабатывать по-настоящему, а не вот тем мычанием и молчанием, которое мы слышали и от официальных источников, я имею в виду, пресс-службы, и Минтранса, и Хабирова, ну, и от вот этих государственных СМИ, которые тут у нас, значит, все больше занимаются всякой спортивной ерундой. В общем, на мой взгляд, в истории с этим бизнес-джетом надо ставить точку, надо четко дать понять, кто и зачем на нем летал, надо постараться объяснить целесообразность вот этих колоссальных затрат на этот перелет, и, в общем-то, больше не повторять этих ошибок, потому что у нас все руководители республики, практически все, кроме Рахимова, однажды прокололись именно на авиаперелетах. Вспомните Сарбаева, которого чуть не посадили, который тоже там зафрахтовал как-то странно самолет и слетал в Австрию, к Уралу, Рахимову. Вспомните билеты семьи Хамитова, которые были то ли куплены, то ли не куплены за государственный счет и так далее. Ну вот теперь Хабиров, значит, прокатился на самолете до Сочи и обратно. В общем, конечно, нехорошая история, надо понять, кто кого подставил. Я не предполагаю, конечно, того, что Хабиров не знал, откуда взялся этот шикарный самолет с белыми креслами и так далее. Довольно странно выглядит позиция Лиры Идгисамовой, когда она отказалась оплачивать этот перелет, когда поняла, что вот, ну, как-то все так жареным запахло, и вдруг Минфин у нас стал святее Папы Римского и теперь отказывается его оплачивать. Надо понять, будет ли господин Мухаммедьянов оплачивать из личного кармана этот перелет. А самое главное, будет ли все-таки найден виновный, кому пришло в голову нанять этот самолет, чтобы потом опозориться на всю республику. Вот это важнее, наверное, для Хабирова с точки зрения его пиара, с точки зрения его позиции внутри правительства и взаимоотношений со своими коллегами. Всегда очень приятно говорить об успехах. И вот на этой неделе мы констатируем, что мы добились конкретного прямого успеха. И вот о чем идет речь. 2 февраля 2019 года мы давали сюжет о странной ситуации в юридических делах УЖХ Кировского района, а именно о том, что УЖХ Кировского района пользуется странными какими-то подозрительными услугами ООО «Эксперт» юридического агентства, которое за гигантские гонорары чего-то там выигрывает или не выигрывает для УЖХ Кировского района в судах. И уже несколько десятков миллионов рублей взыскали там с ответчиков из бюджета УЖХ Кировского района в пользу этого ООО. История эта была инициирована управляющей компанией «Жилсервис» Равшаном Дюмеевым, который вот попал под раздачу именно вот этой системы, устроенной в УЖХ Кировского района. Я с радостью сообщаю, что после нашего сюжета, после всех вот этих действий и придания огласки этой ситуации, УЖХ Кировского района в суде отозвало свои претензии и свои требования к управляющей компанией «Жилсервис» Равшана Дюмеева, и эта проблема снята. Я в определенном смысле отношу это на свой счет, на счет нашего канала. Мы добились справедливости, мы рады и мы поздравляем Равшана Дюмеева. В традиционной еженедельной рубрике «Дайте глупости шанс» у нас опять пресс-секретарь Хабирова, господин Егафаров. И вот почему. Много было говорено в прошедшей неделе о том, что десятками и сотнями жителей Башкортостана лишаются возможности пользоваться соцсетями ради Хабирова, имеется в виду, лишаются возможности комментировать, а иногда и видеть соцсети ради Хабирова. Я, например, там забанен настолько, что я не могу увидеть и читать их. Ну да ладно, я, может быть, там какой-то отдельно взятый злодей, но сотни простых граждан и даже депутатов разных уровней по воле Мурзагулова и госпожи Прочаковской лишаются этой возможности. Причем логики в их действиях совершенно никакой нет. Они на свое усмотрение банят уже и забанили сотни жителей Башкирии, которые об этом везде пишут, говорят. И вот на прошедшей неделе случилась такая история. В числе прочих многих сотен забаненных граждан Башкортостана, которым отказано возможности взаимодействия с Хабировым, Мурзагулова и Прочаковская забанили депутата районного совета Благовещенска Сергея Жукова. За какую-то там провинность, судя по всему, господин Жуков имел неосторожность что-то там такое неформатное написать Хабирову. Может быть, он недостаточно сильно его расхваливал или восхищался его достоинством. Я не знаю, за что заблокирован был господин Жуков, но господин Жуков обратился в пресс-службу Хабирова за разъяснением, за что же его забанили в аккаунте Хабирова. Так вот, господин Егаофаров направил Сергею Жукову официальный ответ о том, что пользователи сети, интернет и аккаунта социальной сети вправе на свое усмотрение забанивать, ограничивать и так далее. Тогда, когда со стороны этих пользователей и партнеров по социальным сетям наблюдается подозрительная, преступная или какая-то прочая активность и так далее, и так далее. Настолько глупого, настолько формального объяснения, конечно, никто не ждал, но само по себе вот это объяснение, очевидно продиктованное Мурзагуловым, потому что сам Егафаров человек абсолютно сейчас не самостоятельный, как говорится, радиоуправляемый и управляет им, естественно, Ростислав. И вот он накатал такую бумажку, и более того, эта бумажка попала в публичное поле. Конечно, стыдно за вот эту всю ситуацию, стыдно за то, что люди, не справляясь с какой-то минимальной, на самом деле, критикой, потому что критики в аккаунтах Хабирова действительно не так уж и много, они доводят ситуацию до стерильной, а как следствие до абсурдной. На самом деле, вычищая настолько аккаунты главы республики, они делают их абсолютно бессмысленными. Вот это поскорее Хабирову нужно понять. Если он хоть сколько-нибудь на самом деле пользуется своими соцсетями, он должен прекратить вот эту практику тотального блокирования неугодных, неприятных, или на первый взгляд показавшихся подозрительным господину Мурзагулову и госпоже Прочаковской. В общем, конечно, стыдно. И вот именно эту историю мы выносим в рубрику «Дайте глупости шансы», потому что иначе как глупостью подобную позицию назвать нельзя.